Друзья, я рад приветствовать вас на своем канале и сегодня мы поговорим о базовом байкпакинге для новичка. Приобретение велосипеда для путешествий это весьма затратное мероприятие, поэтому не всегда получается вместе с велосипедом приобрести еще и полный набор топовых пакинговых сумок. Весьма закономерно, что начинающие велотуристы рассматривают пакинг именно базового уровня. Ну а как выглядит такой набор рассмотрим на примере сумок Бирзман. О самом бренде я вам рассказывал в одном из предыдущих выпусков, но сумки показывал только мельком, так что сегодня рассмотрим их подетальнее. Стандартный набор пакинга состоит из передней нарульной сумки, фитбэга, он же кормушка, фьюэлтэнка, это сумка на верхнюю трубу, внутрирамного блока, состоящий в данном случае из двух половинок верхней и нижней и конечно же задняя подсидельная сумка. Сумки изготовлены из плотной износостойкой ткани, которая по заявлениям производителя имеет даже некоторые водоотталкивающие свойства. Но так как швы не проклеены, а молнии не прорезинены, то о полной водозащите речи не идет. За исключением передней сумки, которая укомплектована гермомешком. Гермомешок объемом 9,5 литров выполнен в виде роллтопа и открывается только с одной стороны. Все его швы проклеены, а ткань водонепроницаемая. Так что это самое безопасное место на всем этом наборе пакинга и ваш спальник либо то, что вы захотите поместить внутрь мешка, уж точно останется сухим. Следующим важным элементом байкпакинга является фитбэг, он же кормушка. Он нужен для того, чтобы во время путешествия можно было просто засунуть руку, достать какие-то снеки, либо кинуть туда бутылку с водой и пить на ходу. Кроме того, фитбэг можно использовать не только в путешествии, но и при ежедневном использовании, закинув туда пауэрбэнк, телефон или то, что вам необходимо в быстром доступе. Фитбэг имеет два крепления, одно на руль и одно на вынос. Закрывается он при помощи верхнего клапана, который не даст улететь мелочевке где-то на ухабах или бездорожье. Ну а для фиксации клапана используется стандартная стяжка, для которой понадобятся обе руки. Еще на дне этого фитбэга присутствует специальное дренажное отверстие, которое не даст скапливаться в воде при попадании под дождь. Что касается объема, то сюда можно спокойно поместить флягу до 0,75 литров. Fuel Tank это сумка, которая крепится на верхнюю трубу рамы и по сути она выполняет те же функции, что и фитбэги, за исключением возможности установки фляги. Доступ к основному отделению через молнию и есть дополнительные карманы для различного мусора. Fuel Tank крепится при помощи строп и их нужно затягивать максимально плотно для того, чтобы под весом содержимого сумка не болталась. Внутрирамный блок состоит из двух сумок половинок. Верхняя крепится за верхнюю трубу, рулевую колонку и подсидельную трубу. Нижняя за подсидельную и нижнюю трубы. Между собой соединяются оранжевыми стропами. Обе сумки имеют по одному большому отсеку с доступом через молнию. Молния прикрыта козырьком для защиты от дождя. Общий объем сумок 5,5 литров, верхняя на 3 литра, а нижняя на 2,5. Верхняя сумка используется для более легких вещей, которым нужен быстрый доступ. Ну а в нижнюю я советую положить мультитул, инструмент и все самое тяжелое. Конкретно этот набор пакинга укомплектован достаточно длинными стропами, которые подойдут на алюминиевые или карбоновые рамы. Либо на рамы размером чуть побольше. Задняя сумка выполнена в классическом роллтоп дизайне. Имеет два крепления на подсидельный штырь и два крепления на рамки седла. Сверху сумки есть специальная резинка для крепления одежды или тапочек. Снизу сумки есть стропы для крепления каремата. Кстати, нижняя часть сумки сделана из водонепроницаемой ткани, которая защитит вместимые сумки и вас самих от брызг летящих с заднего колеса. Стоимость такого комплекта пакинга составляет порядка 7000 гривен, что практически в два раза дешевле, чем стоимость топового набора сумок. Конечно, байкпакинг комплекты базового уровня не предполагают полной водозащиты, но выход из этой ситуации есть. Можно купить гермомешок и закинуть туда все ваши вещи. В таком случае можно пойти двумя путями. Либо взять один большой гермомешок и все скинуть в него, либо взять много маленьких и расфасовать все ваши вещи так, чтобы вы знали, в каком из гермомешков что лежит. Еще один важный нюанс, который касается сумок абсолютно любого уровня, ну в частности базового, заключается в том, что при их использовании сумки трутся о раму и могут портить лакокрасочное покрытие. Поэтому обязательно проклеивайте раму гравийной пленкой, либо ракалом. Это сохранит ваш велосипед. Друзья, я надеюсь этот выпуск был вам полезен, поэтому не забывайте поддерживать его лайком, подписываться на канал и дергать за ваши колокольчики внизу под видео. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok